Когда мы видим бездомных, то сразу же думаем, что у них совсем нет денег, чтобы прокормить себя или обеспечить себе крышу над головой. Но что, если я вам скажу, что это не всегда так? Сегодня мы приоткроем вам завесу тайны мира бездомных людей. Ловите наш выпуск, в котором мы расскажем вам о 10 бездомных людях, которые на самом деле очень богаты. Поехали! Номер 1. Курт «Жестяная банка» Курт Деггерман Если в вашем городе существует система переработки стеклянных и пластиковых бутылок и жестяных банок, то вы знаете, насколько тяжело сортировать и отправлять их в Центр по переработке мусора. Тем не менее, чтобы заработать даже совсем немного денег, вам придется собрать огромное количество пустых бутылок и банок. Так или иначе, именно это стало смыслом жизни Курта Деггермана, который был известен в родном шведском городе Шерифтео под кличкой Курт «Жестяная банка». Он долгое время был бездомным и жил на улице, однако после его смерти в 2008 году люди обнаружили, что он успел заработать несколько миллионов шведских крон на переработке жестяных банок и бутылок. Вырученные с переработки мусора деньги он вкладывал в акции на биржи. Таким образом, сумел сколотить состояние в 1 миллион долларов. Тем не менее, ни его семья, ни местные жители не знали об этом вплоть до его смерти. После того, как Курт скончался, члены его семьи начали спорить о том, кому должны были достаться его деньги. Примечательно, что, как обычно, его семье не было до него дела, когда он жил на улице, однако после его смерти они сразу же загорелись идеей получить деньги Курта до последнего гроша. Ну а пока вы еще отходите от крутой истории про Курта «Жестяную банку», еще одна бомба в ваши экраны. Номер 2. Пещерные братья. Иногда все, что нужно для перемен в жизни – это наследство, оставленное одним из членов семьи. Думаю, всем нам было бы приятно получить хотя бы небольшое наследство от родственников. Тем не менее, для двух братьев – Жолта и Гезе Пелади, которые жили в пещере в Будапертии и зарабатывали деньги на продажи найденного мусора, наследство в размере 5 миллиардов долларов, оставленное им бабушкой, стало настоящим шоком. Их бабушка по материнской линии умерла в Германии, и какое-то время братья не знали об этой новости и продолжали жить в пещере. Адвокатам и детективам пришлось разыскивать братья в Пеладе, чтобы сообщить им новость о наследстве. Возможно, бабушка даже не знала о существовании своих внуков, однако по закону Германии все наследство должно делиться между ближайшими родственниками наследователя. Поскольку дочь той бабушки умерла, все наследство было разделено между внуками. Братья Пелади успешно прошли тест ДНК, подтвердили свое родство с той бабушкой по материнской линии и получили всю сумму. Когда братьев спросили, что они собираются делать с деньгами, они ответили, что хотят завести себе жен и вернуться в школу для окончания обучения. Номер 3. Бездомный по собственному желанию Стать бездомным – это, наверное, последнее, чего мы пожелаем сами себе. Но что, если вы бы стали жить на улице по собственному желанию? Огородиться от финансовой стабильности и стать нищим по прошайке – это довольно нелепый и странный вариант для дальнейшей жизни, не так ли? Однако именно так поступил 70-летний Дэннерт. Когда его мать умерла, он продал ее активы на 700 тысяч долларов и создал свой трастовый фонд. Ежемесячно он снимает с фонда 2,5 тысячи долларов. Помимо этого, ему каждый месяц выплачивают 500 долларов в качестве социального пособия. Сейчас он живет именно на эти деньги. Дэннерт когда-то был плотником, но 30 лет назад решил стать бездомным по собственному желанию. Он не хочет жить жизнью богатого человека и спать в собственной кровати в роскошном доме. Его адвокаты несколько раз пытались устроить ему жизнь и подыскивали ему разные дома. Но он всегда отказывался от переезда с улицы и смены образа жизни. Дэннерт говорит, что он счастлив жить на улице и рад, что принял такой выбор. Номер 4. Вся жизнь в чемодане Знакомьтесь, это Натали Сиссон. И вся ее жизнь находится в этом чемодане, с которым она путешествует по миру. С тех пор, как ей стукнуло 32, она решила стать бездомной. Поэтому сейчас она путешествует и работает на ноутбуке, находясь в разных точках земного шара. Иногда ее называют предпринимательницей с чемоданом, а сама Натали зовет себя цифровым кочевником. Поскольку у нее нет постоянного адреса и места проживания, она работает онлайн с ноутбука. У нее имеется 8 источников дохода, в том числе преподавание тренингов по скайпу. Поскольку ей не надо платить за квартиру или дом, ежемесячно она экономит около 2000 долларов. Она путешествует налегке, а все необходимые вещи лежат в ее чемодане. Когда Натали уволилась с хорошо оплачиваемой работой в Лондоне, люди посчитали, что она сумасшедшая. Но несмотря на то, что чисто технически она бездомная, Натали ежемесячно зарабатывает шестизначные суммы благодаря онлайн-предпринимательству. Натали говорит, что в ближайшем будущем все-таки хочет купить себе недвижимость и осесть, поскольку ей тяжело поддерживать любовную жизнь в постоянных разъездах по миру. Думаю, все мы когда-то находили забытые деньги в кармане джинсов или зимние куртки. Классное чувство, не так ли? Я, если честно, сам себе иногда закладываю в какую-то куртку, которую я не буду одевать в течение сезона, допустим, какую-то купюру. И потом, в следующий раз, когда я ее одеваю, чувствую себя очень круто. Ладно, обратно к истории. В общем, что если вы нашли бы целый банковский счет на свое имя, на котором лежала бы куча денег? В 2015 году бездомный человек по имени Джон Хелински вспомнил о том, что у него есть потерянный банковский счет на свое имя. На протяжении трех лет Хелински жил на улицах города Тампа во Флориде. Он спал на скамейках, в общественных парках или в больших картонных коробках. После того, как его забрали в участок, полицейские начали пробивать информацию по Джону Хелински, чтобы поместить его в приют для бездомных. Неожиданно полицейским удалось обнаружить старый банковский счет на его имя. Несмотря на то, что название банка изменилось с тех пор, как там был создан его счет, деньги Джона все равно еще находились там. Он попросту забыл, что когда-то давно открыл данный счет. И там было достаточно денег, чтобы Хелинский смог внести первый взнос за дом и начать новую жизнь. Вот такая вот милая история. А мы двигаемся далее. Большое пожертвование. Ричард Лерой Уолтерс. Иногда человек, который может попросить вас купить ему бургер, может стать самым настоящим миллионером. О чем вы никогда не узнаете. После того, как организация NPR получила крупное пожертвование от некого Ричарда Лероя Уолтерса, один из совладельцев организации решил узнать информацию о таинственном меценате. Он был шокирован, когда узнал, что меценат Уолтерс был бездомным. Уолтерс умер в возрасте 76 лет в доме престарелых в Фениксе. До своей смерти он был бездомным, жил на улицах и носил свои сбережения в сумке. Он спал на территории дома престарелых, ел в больнице и пользовался телефоном из дома престарелых. До того, как стать бездомным, Уолтерс успел получить степень магистра и отслужить в МВФ. Он заработал свои миллионы, будучи инженером самолетов. Он никогда не был женат, не имел детей и не поддерживал контакты с семьей. К моменту его смерти он успел накопить целых 4 миллиона долларов. Эти деньги он пожертвовал в католическую миссию, дом престарелых и организацию NPR. Выжившая, неизвестная женщина Некоторые люди умудряются пройти через чрезвычайно тяжелые жизненные испытания и не сломаться. В 2009 году Еврейский университет в Иерусалиме неожиданно получил пожертвование в размере 100 тысяч долларов от щедрого мецената. Оказалось, что меценатом была женщина еврейского происхождения, которая пережила Холокост. Стоит отметить, что она долгое время жила на улицах Нью-Йорка. Удивительно, что она смогла не только пережить один из самых ужасных периодов в истории человечества, но и решиться стать бездомной и жить на улицах города. Также часть сбережений получил житель Нью-Йорка, который незадолго до смерти женщины разрешил ей заняться парковкой его машины в обмен на еду и жилье. Женщина умерла в 2007 году в возрасте 92 лет и к моменту смерти успела накопить около 300 тысяч долларов. Непонятно, откуда она получила такое состояние и как смогла накопить столько денег, живя только на улицах. Так или иначе, известно, что она жила очень скромно, поэтому сэкономленные ею деньги пригодились студентам еврейского университета в Иерусалиме. Давайте похлопаем еврейскому университету. Неожиданное наследство Представьте, что вы живете на улице без денег, и внезапно к вам подходит случайный прохожий и говорит, что вы унаследовали 100 тысяч долларов. Неожиданный расклад, не так ли? Именно так произошло с Максом Меллицером, бездомным человеком, живущим в Юте. В 1990 году он попал в аварию вместе со своей женой и двумя друзьями. В итоге в живых остался только Меллицер. Он очень тяжело воспринял такую потерю, поэтому отказался от всех ценностей жизни и стал бездомным. Брат Макса не хотел, чтобы он жил на улице, поэтому завещал ему 100 тысяч долларов, прежде чем скончался от рака. Семье Меллицеров, которая была в Нью-Йорке, потребовался целый год, чтобы найти Макса в Юте. Спустя несколько месяцев поисков, частный детектив нашел Меллицера в одном из парков в Солт-Лейк-Сити-Вьюте и сообщил, что брат завещал ему крупную сумму. Меллицер съездил в Нью-Йорк, чтобы забрать деньги, и с тех пор о нем не было никаких известий. Номер 10. Бездомный миллионер. Николас Бергрюэн. Филантропа и инвестора Николаса Бергрюэна называют бездомным миллиардером. Невероятно, он был самым богатым бездомным человеком, который когда-либо существовал на этой планете. В определенный момент жизни Николас, состояние которого оценивается в 2 миллиарда долларов, отказался от собственного жилья и машины и просто стал жить в разных роскошных отелях. Вы спросите, как же так получилось? На самом деле, все достаточно логично и просто. Его работа предполагала большое количество переездов и перелетов. Иногда он посещал 14 городов за месяц. Поэтому для него было проще продать свой дом в Нью-Йорке и начать жить в разных отелях, даже несмотря на то, что он мог купить себе собственный остров. Помимо этого, иногда он покупал различные произведения искусства, например, оригинальные картины Энди Уорхолла, и передавал их в музеи, в дар. Поэтому Николас еще и очень щедрый миллиардер. В итоге Николас обзавелся семьей и перестал вести такой кочевый образ жизни. Однако, его всегда будут помнить как бездомного миллиардера. Надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и раздавить колокольчик, чтобы не пропустить ни одного ядерного видео. Спасибо за просмотр. Если у вас есть время, зацените несколько предыдущих выпусков.